Я считаю, что наш сегодняшний гость, смотря на его молодой возраст, добился очень многого. Что ты ожидаешь от этой встречи и какие темы ты хотела бы раскрыть? Я хотела бы услышать о секретах успешности стартапа, о трудностях и, конечно же, о возможностях финансирования. Я считаю, что все перечисленные темы будут интересны не только студентам, но и начинающим предпринимателям. Так давай встретим нашего драгоценного гостя. Сегодня у нас в гостях Павел Коктышев, телеведущий, общественный деятель, соучредитель и руководитель Клуба молодых предпринимателей, директор Института развития и экономической политики, спикер многих престижных конференций в Казахстане и за рубежом, консультант и менеджер международных и национальных проектов в сфере экологии, борьбы с бедностью и развития предпринимательства, ведет тренинги по лидерству, по проектному менеджменту и социальному предпринимательству, имеет большой опыт работы в международной среде, гражданском секторе страны и с органами государственной власти. Представитель глобальной недели предпринимательства в Казахстане и организатор форума молодых предпринимателей. Здравствуйте, Павел. Добро пожаловать на наш шоу MBA Talks. Помимо того, что вы являетесь соучредителем Клуба молодых предпринимателей, вы также представитель клуба Venture Club в Алмате, который открылся год назад. В Venture Club является площадкой для бизнес-ангелов, а также стартаперов, где молодые предприниматели могут найти инвестора, а также инвестор может заключить успешную сделку, которая в будущем принесет свои плоды. Какова статистика успешных проектов на сегодняшний день? Я бы не сказал огромной активности именно инвесторов, потому что все равно рынок венчурных инвестиций, он очень узкий в Казахстане и в нем не хватает активности на ранней стадии. Когда стартап еще не доказал своей полной работоспособности, когда он тестирует свою бизнес-модель, очень часто на этой стадии появляются как раз-таки эти самые бизнес-ангелы. В Казахстане есть институт бизнес-ангелов, но он не публичный. Мы мало знаем информации о сделках публичных. Собственно, раз нет культуры сделок здесь локально, то очень сложно отследить информацию об участии тех же самых российских бизнес-ангелов или сингапурских, китайских. Китаем, возможно, это интерес огромное количество денежной массы, которая есть у сегодня китайских инвесторов, у китайского бизнеса. Которые пытаются в разные источники разложить. С россиянами немножко в обратную сторону. Здесь Россия все-таки, Москва в частности, рынок крупный. Там раньше появляются какие-то новые бизнес-модели. И чаще это случается в обратную сторону. Российские сервисы открывают какие-то представительства здесь. Поэтому я не могу ответить точно на этот вопрос, потому что хоть мы и партнеры с Venture Club, которые правильно отметили российская организация, но они намного более состоялись с точки зрения экосистемы. У нас пока это очень новое. Активности особо я не замечал. Павел, мы знаем об организациях таких, как ТАМУ, наторплаты предпринимателей, которые оказывают консультационную финансовую помощь начинающим стартаперам. Но есть и другие возможности, которые предлагают бизнес-ангелы и венчер-капиталисты. Как стартаперам выйти на них? Допустим, возьмем 50 богатейших бизнесменов Казахстана, лист Форбс. Многие из них уже так или иначе инвестируют в стартапы. Чаще всего они делают это самостоятельно, единолично. Когда как принцип бизнес-ангельства, это инвестирование в группах. Когда вы минимизируете свои риски, раскладываете, могли потратить 100 тысяч долларов и проинвестировать в один бизнес, но вы приняли решение, что вы лучше разложите по 10 тысяч в 10 бизнесов, но привлечете еще 10 своих друзей, и проект, которому нужно 100 тысяч, он получит 100 тысяч. Но на выходе у вас есть портфель из проектов. Не один проект, который с большой вероятностью провалится в ближайший год, а 10 проектов, из которых один проект, скорее всего, выстрелит. То есть и даст вот эту возвратность. На самом деле это обычная, на Западе, в развитых экономиках, бизнес-стратегия, которая еще не так популярна здесь. Мы недавно создали с некоторыми организациями, вот наша компания «Мост», бизнес-инкубатор, верный капитал, университет «Нархоз». Мы создали ассоциацию бизнес-ангелов. И мы сейчас продвигаем эту культуру, активно привлекаем новых инвесторов в эту структуру, в эту организацию, для того, чтобы сделать поток сделок больше, чтобы было больше результатов на выходе. Инвесторов привлечь сегодня не так сложно, как кажется на первый взгляд. И, допустим, очень многие открыты, на самом деле, к новым возможностям. Их можно найти на различных площадках, на форумах. Тот же самый форум «Палата», который проводит ежегодно, свой отчетный. Обычно серьезные предприниматели, известные предприниматели посещают такие мероприятия. Они, в принципе, открыты к разговору. Если вы четко можете сформировать свое предложение, то как минимум достучаться для человека несложно. Социальные сети сегодня играют огромную роль. То есть практически от министров до тех, кто в списке Forbes. Все они находятся в Facebook и в других социальных сетях, в Twitter. Им можно напрямую писать сообщения. Мировая практика показывает, что в первые три года работы бизнеса закрываются до 70% новых компаний. Как вы думаете, какие основные причины, из-за которых происходит провал стартапа и как их избежать? Никто не создает бизнес с надеждой на то, что он попадет в эти 9 неудачных. Все уверены, что они те самые избранные, 1%, 10% оптимисты. И я уверен, что можно пробить себе путь в это успешно. Главные ошибки, которые допускают стартапы, это первое. Сам бизнес, который они начинают, он не решает проблем потребителя. То есть он может быть решает проблему самого основателя, он может быть действительно решать какую-то в принципе проблему, но чаще всего я вижу, что основатели высасывают проблему из пальца. То есть нету такой проблемы. Они ее себе придумали, они ее с торжеством и решили. Чаще всего вот этот первый этап, когда опыт открытия, то есть опыт поиска ниши, люди пытаются пробежать экстерно. То есть очень быстро им кажется, что вот именно выращивание яблок – это новая мода, новая ниша, сейчас все там зарабатывают. И идет и начинает заниматься высадкой садов. То есть яблок производство и так далее. Однако мода, да, то есть или то, что там многие пошли в этот бизнес, еще не значит, что именно твой окажется успешным, потому что на поверхности лежит там то, что и один, и второй человек занимается яблоками. А на самом деле там огромная разница может быть между их бизнес-моделями. Кто-то занимается яблоками, чтобы продать их в сезон, когда все яблоки стоят дешево. Кто-то создает, выращивает яблоки, создает овощехранилища, фруктохранилища, которые позволяют ему хранить еще год-полгода и зимой продать их, опять же, в несколько раз дороже. А кто-то занимается изготовлением чипсов из яблок, соков и продает это за третью сумму. А кто-то занимается вообще медицинскими продуктами, биоактивными добавками из этого. То есть в этом разница. Разница могла быть между тем, что один человек начинает бизнес, зная, что у него есть договоренность с торговой сетью, типа Магнума, Метро или еще кто-то, что он будет сбывать свои яблоки. А кто-то знает, что самое главное их посадить, вырастить, а продать их уже проблемы нет. А потом происходит то, что происходит. Яблоки там загрузили в машину, повезли куда-то, там не смогли сбыть, они сгнили. Ну и вот история такая. Поэтому отсутствие четкого понимания бизнес-модели, упрощение вещей, поиск, точнее, отсутствие потребителя. Есть такие люди, которые не проводят исследование рынка, анализ, просто оказываются в нужном месте в нужное время. А есть такие люди, которые много анализируют и упускают США. Вот как найти баланс между двумя подходами? Никто не отметал. То есть когда мы начинали клуб молодых предпринимателей, который сейчас, мы сделали ребрендинг, называется Мост. Сегодня мы работаем как венчурный фонд фактически, как бизнес-экселератор. Но в самом начале это была идея клуба. И в каком-то смысле мы вот как раз-таки с моим партнером Зиной оказались вот теми самыми людьми в нужное время и в нужное место. Потому что тогда, в 2011 году, когда мы все это начали, и у Зиной у меня был бизнес-опыт до этого. И как бы на тот момент был основной бизнес. Но тема предпринимательства, молодежного предпринимательства, она стала набирать популярность. То есть государственные деятели стали на это обращать внимание. То есть я понимаю, что значит быть в нужное время, в нужное место. Но, да, то есть потом даже вот на своем примере мы испытали много случаев, когда, допустим, появились такие динамичные ребята, москвичи, бизнес-молодость. То есть стали очень популярными, там тысячами людей собирали в регионах российских, в том числе в Казахстане, в русскоязычных странах. И мы поняли, что, ну, там, условно, в каких-то местах мы им проигрываем, да, то есть с точки зрения, там, вовлеченности аудитории, да, там, количество, даже денег, которые зарабатывали на всем этом процессе. И мы стали там думать, а как мы должны поменять нашу бизнес-модель. Да, и вот пришли к формату, да, когда вокруг нас стали собираться и инвесторы, и так далее, мы увидели свою ценность, да. Мы, наконец, там, стали мыскренне отвечать на вопрос. Я там всегда шучу, что там три главных вопроса, которые мне задают начинающие предприниматели. Где взять деньги, где взять деньги, и где взять деньги, да. То есть других вопросов не задают. Я очень долго, ну, то есть там, с разными инициативами мы пытались там убедить людей, там, что вам нужно не о деньгах думать, вам нужно там о команде подумать, о идее подумать, о еще о чем-то. Но потом мы поняли, да, почему там сегодня как фонд фактически работает. Мы понимаем, что это явная потребность, она есть у людей. Там, сегодня мы в том числе занимаемся коммерческой недвижимостью. Мы там занимаемся арендой офисов, да, то есть там подготовкой и сдачей в аренду. Потому что это нужно начинающему предприемтеру, очень часто нужен офис. Вот это, как бы на нашем примере можно балансировать между тем и другим. Одновременно очень редко случается, что тебе ты и в нужном месте, и в нужное время оказался, и еще там все это просчитал, да, то есть и на долгие годы вперед. Да, чаще всего так не получается. Можно начать бизнес, да, и там зайти на какую-то интересную нишу случайным образом, да, оказаться первым. Но все время быть первым, да, то есть чисто потому, что никто больше в эту тему не заходит, можно лишь в том случае, что там зарабатываешь ты копейки, да, то есть просто никто в здравом уме не пойдет заниматься тем же самым бизнесом, потому что понимают, что там нет денег. А если люди увидели, да, что там есть, там вы зарабатываете хорошие деньги, то они обязательно придут, конкуренты обязательно придут. И там уже надо как раз таки идти от новой аналитики. Павел, как вы знаете, любой успешный бизнес начинается с простой идеи. Нужно вовремя распознать тенденцию и рыночную потребность для реализации этой идеи. Как вы думаете, как проверить идею на жизнеспособность и востребование со стороны клиентов? До того момента, как вы там потратили огромное количество денег и времени, делая свой идеальный продукт, надо пойти и на более ранних стадиях предложить людям решение, да, допустим, ну вы занимаетесь производством воды, воды с какими-то вкусовыми добавками. Вы, конечно, можете ждать, заказать 10 тысяч бутылочек красивые в дизайнерской упаковке, но вы можете сделать прототип, то есть, не знаю, распечатать на 3D-принтере, там, показать отдельно людям дизайн вашей бутылки, а потом отдельно, ну, просто там, стакан налить вот эту воду и понять вообще, там, люди будут из-за воды покупать, потому что она очень вкусная, там, очень бодрящая, да, с вкусом козы, например, или еще как, я не знаю, да, то есть, если это понравилось людям, то вы можете постепенно двигаться, да. Павел, исходя из вашего опыта, можете поделиться с вашими бесценными советами и наставлениями с нашими амбициозными студентами. Я советую сломать себе мозг в том плане, что не идти по легкому пути, да, то есть, то, что сегодня модно, то, что сегодня популярно, не всегда прибыльно, не всегда вам по зубам, да, сегодня по-прежнему прибыльно и популярно это и нефтянка, да, не каждый человек может начать бизнес там, в нефтяной отрасли сегодня. А второе это понимать, что вы для клиента, а не клиент для вас. То есть, очень простая истина, но вспоминаем мы о ней почему-то в последний момент, это когда там в ресторане нас плохо обслужили и мы говорим клиент всегда прав. Если бы мы жили по этому принципу и понимали, что предпринимательство это глубокая философия служения, да, обществу, потребителям, да, тогда все, выстраиваются в правильной последовательности, что вы решаете проблем потребителя. И третье, да, то есть, это мыслить глобально, да, то есть, все-таки риски, да, и это блестящая мысль, которая там одному из моих друзей принадлежит, да, делайте вы бизнес там в поселке в поселке Карабулак, либо делайте вы бизнес там на США, в Восточную Европу или Сингапур. Риски провалиться у вас одни и те же. Так почему же вы не занимаетесь чем-то поистине, да, выдающимся? еще одна из фраза, да, которая мне очень нравится, зачем махать крыльями, как курица, если можно взмахнуть крыльями, как орел, да, то есть, поэтому я призываю быть орлами, широко махать, взмахивать крыльями, быть уверенными, сильными и достигать успеха. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо за просмотр нашего шоу. С вами были Кайпхана Абекзат и Шалабеква Бахат. Ожидайте наше последующие выпуски, где мы будем приглашать успешных бизнесменов, которые поделятся своим бесценным опытом и знаниями в сфере предпринимательства. До следующей встречи!